Предлагаю вашему вниманию стихи Владимира Владимировича Набокова, которые он написал на русском языке. Именно с русских стихов началось творчество Набокова. Для читателя, который вырос и вышел из бывшего Советского Союза, знакомство с творчеством Набокова началось с публикации во время Перестройки, в самом завершающем период эпохи Перестройки, перед самым распадом Советского Союза. Именно в это время мне в руки попало замечательное небольшое миниатюрное издание стихов Владимира Набокова, которое называется «Ангелом задетой». Это две небольшие тетрадки напечатанных стихов, изданных совместным преприятием «Вся Москва» в 1990 году. То есть в эпоху, еще до того, что творчество Набокова вернулось полностью в Россию, и были изданы и переизданы собрания его сочинений. Я хотела назвать одним из первых изданий в Советском Союзе, в России, произведений Набокова в наше время. Я с удовольствием прочитаю стихи из этого сборника. Стихи, написанные Владимиром Владимировичем Набоковым на русском языке. Владимир Набоков, «Ангелом задеты», «Москва», издательство «Вся Москва», 1990 год. «Дождь пролетел». Дождь пролетел и сгорел на лету, иду по румяной дорожке, иволги свищат, рябины в цвету, белеют наивы в сережке. Воздух живителен, влажен, душист, как жимолость благоухает. Кончиком вниз наклоняется лист, из кончика жемчуг роняет. Выра, 1917 год. К свободе Ты медленно бредешь по улицам бессонным, на горестном челе нет прежнего луча. Зовущего к любви и высим озаренным в одной руке дрожит потухшая свеча, Крыло подбитое, по трупам волоча, и заслоняя взоры локтем окровавленным, обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь, а за тобой, увы, стоит все та же ночь. Крым, 1917 год. В хрустальный шар заключены мы были, и мимо звезд летели мы с тобой. Стремительно, безмолвно мы скользили из блеска в блеск, блаженно голубой. И не было ни прошлого, ни цели. Нас вечности восторг соединил, по небесам, обнявшись, мы летели, ослеплены улыбками светил. Но чей-то вздох разбил наш шар хрустальный, остановил наш огненный порыв, и поцелуй прервал наш безначальный, и в пленный мир нас бросил, разлучив. И на земле мы многое забыли, лишь изредка воспомнится во сне. И трепет наш, и трепет звездной пыли, и чудный гул, дрожащий в вышине. Хоть мы грустим и радуемся розно, твое лицо средь всех прекрасных лиц. Могу узнать по этой пыли звездной, оставшись на кончиках ресниц. Крым, 1918 год. Ты на небе облачко нежное, ты пена прозрачная на море, ты тень от мимозы на мраморе, ты эхо души неизбежное. И песня звенит безначальная, зову ли тебя, откликаешься, ищу ли, молчишь и скрываешься, найду ли, не знаю, о дальнее. Ты сон навеваешь таинственный, взволнован я ночью туманную, живу я мечтою несказанную, дышу я любовью единственную. И счастье мне грезится дальнее, и снится мне встреча блаженная, и песня звенит вдохновенная, свиваясь в кольцо обручальное. Крым, 1918 год. Россия. Не все ли равно мне, рабой ли, наемницей, или просто безумной тебя назовут, ты светишь. Взгляну, и мне счастье вспомнится. Да, эти лучи не зайдут. Ты в страсти моей, и в страданиях торжественных, и в женском медлительном взгляде была. В полях озаренных, холодных и девственных. Цветком голубым ты цвела. Ты осень водила по рощам заплаканным, весной целовала ресницы мои. Ты в душных церквах повторяла за дьяконом слепые слова. Ты летом за нивы звенела зорницами, где и зимний я в ине видел твой лик. Ты ночью склонилась со мной над страницами властительных песенных книг. Была ты и будешь. Таинственно создан я из блеска и дымки твоих облаков, когда надо мной ночь плещется звездная, и слышу твой реющий зов. Ты в сердце, Россия, ты цель и подножие, ты в ропоте крови, в смятенье мечты. И мне ли плутать в этот век бездорожье? Мне светишь по-прежнему. Ты. Крым. 1918 год. Архангела, поставь на правый путь, сомнения развей, ночь давит над землей, и ночь в душе моей. Поставь на правый путь, и страшно мне уснуть, и бодрствовать не в мочь. Небытия намек, я чую эту ночь, и страшно мне уснуть. Я верю, ты придешь, наставник неземной, на миг, на краткий миг восстанешь предо мной. Я верю, ты придешь, ты знаешь, мира ложь, бессилие, сумрак наш, невидимого, не попутчика ты дашь. Ты знаешь, мира ложь. И вот подходишь ты, немею и дрожу, движение верное, руки твои слежу, и вот отходишь ты. Средь чуждой темноты я вижу путь прямой, о, дух пророческий, ты говоришь, он мой, средь чуждой темноты. Но я боюсь идти, могу свернуть, упасть, и льстива, и страшна ночного беса власть. О, я боюсь идти. Не бойся, по пути ты не один пойдешь, не будешь ты один, и если соскользнешь с высокого пути. Крым, 1918 год. Движение Искусственное тел передвижение, вот разума древнейшая любовь, и в этом жадно ищет отражение под кожу кружащаяся кровь. Чу, по мосту, над бешеной бездной чудовище, зорницей на хребте, как бы грозой невыстого железной, проносится в гремящей темноте. И чую, как добычу берег дальний, стооки по морокам морей плывут и плещет музыкою бальные чертоги исполинских кораблей. Наклон, оправданное вычисление, да, четкий повторяющийся взрыв, и вот оно. Дедало сновидение взлетает, крылья струнные раскрыв. Крым, 1918 год. Рыцарь Я в замке, ночь, свод сумрачно-дубовый, вдоль смутных стен портретов смутный ряд. Я не один, в углу средневековый суровый страж, составленный из лад. Он в полутьме, как сон убийцы хмурый, стоял с копьем в закованной руке. Я расставлял огромные фигуры. При трех свечах на шахматной доске. И вот огонь угрюмный, оцвет кинул на рыцаря. И видел, слышал я. Он медленно забрало, отодвинул, и звякнула стальная чешуя. Он подошел тяжелую походкой, стуча копьем и латами звеня. Я сел предо мною и руку поднял четко и стал играть, не глядя на меня. Взор, опустив и трепетом объятый, бессмысленно я пешки выдвигал. Жемчужные черные квадраты, крылатый ветер, дохнув, перемешал. Последнюю пожертвовал я пешкой, шепнул, сдаюсь. И победитель мой, с какой-то знакомой усмешкой, пристав, ко мне нагнулся над доской. Очнулся я. Недвижный рыцарь хмурый стоит в углу с копьем своим в руке. И на местах все тридцать две фигуры передо мной на шахматной доске. 18 марта 1919 года Номер в гостинице Не то кровать, не то скамья, угрюмы желтые обои, два стула, зеркало кривое. Мы входим, я и тень моя. Окно со звоном открываем, спадает отблеск до земли. Ночь бездыханна, псы вдали, тиши рассекают пестрым лаем. Я замираю у окна, и в черной чаше небосвода, как золотая капля меда. Сверкает сладостно луна. Севастополь, 1919 год Акрополь Чей шаг за мной, чей шелестит в весон, кто там поет пред мрамором богини, ты, мысль моя, в резной тени колон, как бы звенят порывы дивных лилий. Я рад всему, струясь в эрехтейон, мне льстит лазурь и море блеск павлиний. Спускаюсь вниз, и вот запечатлен в пыли веков мой след, а солнце синее. Во мглу, во глубь хочу на миг сойти. Там чудится, по млечному пути был их времен, сквозь сумрак молчаливый. В певучем сне таинственно летишь, о, как свежа, благоговейно тишь. В святилище, где дышит тень оливы. Англия, 1919 год Футбол А видел за тобой шел юноша, похожий на многих, знал я все. Походку, трубку, смех, да и таких, как ты, немало ведь. Что ж, люблю по-разному их всех. Вы проходили там, где дружественно рьяно играли мы, кружась, под зимней синевой. Отрадная игра, широкая поляна, пестрят рубашки, мяч живой. То мечется в ногах, как молния кривая, то выстрела звучнее взвивается, и вот подпрыгиваю я, с размаху прерывая его стремительный полет. Увидя мой удар, уверенно, умелый, спросила ты, следя вращающийся мяч, Знаком ли он тебе, вот тот, фуфайки белый, худой, лохматый, как скрипач. Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом из дикой той страны, где каплит кровь на снег. И трубку пососав, заметил мимоходом, что я приятный человек. И дальше вы пошли, туманясь, удалился твой голос солнечный. Я видел, как твой друг последовал, дымя потом остановился, и трубкой стукнул о каблук. А там все прыгал мяч, и ведать не могли вы, что вот один из тех беспечных игроков в молчании по ночам творит неторопливый созвучие для иных веков. Кембридж, 1919 год. Л'Амор Д'Артур Все, что я видел, но забыл, ты, сказка гулкая, напомни. Да, робким рыцарем я был, и пряжка резала плечо мне. Да, злая встреча у ручья, в тот вечер шелково-зеленый, кольчуги, вражьи и чешуя, и конь от траурной попоны. 16 декабря 1919 года Будь со мной прозрачнее и проще, у меня осталась ты одна. Дом сожжен, и вырубленные рощи, где моя туманилась весна, где березы грезили, и дятел по стволу постукивал, в бою безысходным друга я утратил, а потом и родину мою. И во сне я с призраками реял, наяву с блудницами блуждал, и в горах я вымыслы развеял, и в морях я песни растерял. А теперь о прошлом суждено мне тосковать у твоего огня. Будь нежней, будь искренней, помни, ты одна осталась у меня. 12 ноября 1919 года У камина Ночь И с тонким чешуйчатым шумом Зацветающие угольки Расправляют в камине угрюмом Огневые свои лепестки И гляжу я, виски зажимая В золотые глаза угольков И гляжу, изумленно внимая голосам Моих первых стихов Серафимом Незримом согреты Оживают слова, как цветы Узнаю понемногу приметы, вдохновляющие меня красоты Воскрешаю я все Что бывало Хоть на миг Умилило меня Ствол сосны Пламеняющий Алый На закате Июльского дня 13 марта 1920 года Посвящается матери Людям ты скажешь Настало Завтра я в путь соберусь Голуби Двор постоялый Ржавая вывеска Русь Скажешь ты Богу Я дома Кладбище Мост Поворот Будет старик Незнакомый Вместо дубка У ворота Кембридж 3 мая 1920 года Телеграфные столбы Столбов однообразных придорожных Парфоровые бубенцы И шесть гудящих струн Скользит за вестью весть Шум голосов бесчисленных Тревожных и жалобных Скользит из края в край И ты На бледной полосе дороги Ты странник Загорелый Босоногий Замедли шаг И с ветром замирай Внимая Проплывающему пенью Гудит Гудит Уныние равнин И каждый столб Ложится Длинной тенью И путь далек И ты Один 11 мая 1920 года Когда мечтательно Склонившись у дверей Ночь Придает очарование Печалям жизненным Я чувствую острей Своё ненужное призвание Ненужное тебе Рабыня губ моих И от тебя его я скрою И скрою от друзей Нечистых и пустых Полузавистливых порой Деревья Вешние В мерцающих венцах Улыбка нищего Тень дыма Тень думы Вижу всё В природе И в сердцах Мне ясно то Что вам Незримо От счастья Плачет ночь И вся земля В цвету Благоговею Вспоминаю Твою И тот И этот свет На вашу слепоту Я Никогда Не променяю Кембридж 12 мая 1920 года В неволе я В неволе я В неволе На пыльном Подоконнике моём Следы локтей Передо мною дом Туманится Он От несравненной Боли Я не измог Над крышей На спине Готического Голова Уродца Как белый Голубь Дремлет Месяц Мне Так грустно Мне Так грустно С кем бороться Не знаю Боже И кому Помочь Не знаю Тоже Льётся Льётся Ночь О Как ты Ласковая Одинока Два Голоса Несутся Издалёка Туман Луны Стекает По стенам Влюблённых Двое Обнялись В тумане Да О таких Рассказывают Нам Шарманки Выцветших Воспоминаний И шелестящие Сердца Старинных Книг Влюблённые В мой Переулок Узкие Они Вошли Мне Кажется На миг Что Тихо Говорят Они По-русски Кембридж 31 Мая 1920 Года Романс И на берег Весенний Пришли мы Назад Сквозь Туман Иступлённых Растений По сырому Песку Перед нами Скользят Наши Узкие Чёрные Тени Ты О прошлом Твердишь О разбитой Волне А над Морем Над Золотоглазом Кипарисы На склонах Струятся К луне И Внимаю Я Ранс Райским Рассказом Отражаюсь В воде Колокольчики Звёзд Непонятно Звенят А над Морем Зависает Горящий Змеящийся Мост И Как дети О прошлом Мы спорим Вспоминаем Порывы Разбитых Разбрызганных Дней Это Больно А это Не нужно Мы Идём И следы Наших Голых Ступней Наполняются Влагой Жемчужной Кембридж 8 июня 1920 Года Ласточки Инок Ласковый Мы Реем Над Твоим Монастырём Да Над Озером Горящим Синеватым Серебром Завтра Милый Улетаем Утром Сонным В сентябре В Цареграде На закате В Назарете На заре Но На север Мы В апреле Возвращаемся И вот Ты Срываешь Инок Тонкий Первый Гландыш У ворот И не понимая Птичьих Маленьких И звонких Слов Ты Нас Видишь Над Крестами Бирюзовых Кополов Так Будет Собакой Седой Которая Когда-то Смеясь По-своему Глядела Мне в глаза Ты Выйдешь В вечеру И месяц Как слеза Прольётся На цветы Последние Закаты Над Книжкой В полутьме Облеснувшей Белизной Склони Ты голову Склони Воспоминания Прими Пойми Стихи Задуманные Мной На дальние Пристани В ночь Звёздное Изгнание Ты будешь Тосковать Угадывая Чья Лепещущая Тень Печалила Поэта Ты Вспомнишь Свежие И сладостные Лето Золотовольный Лес И встречи У ручья И улыбнёшься Ты Загадочник И сядешь На мшистую Скамью В лесу На склоне Дня И светлой Веткою Черёмухи Погладишь Собаку Стан Забывшую Меня Кембридж 11 июня 1920 Я без слёз Не могу Тебя Видеть Весна Вот Стою На лугу Да и Плачу На взрыв А ты Ходишь Кругом Зеленее Шурша Ах Откуда Она Эта Жгучая Грусть Я и сам Не пойму Только Знаю Одно Если б Иволга Вдруг Зазвенела В лесу Если Вдруг Мне В глаза Мокрый Ландыш Блеснул В этот Миг На лугу Я бы Умер Весна 1920 Год Бунину Как воды Гор Твой голос Горд И чист Алмазный Стих Наполненный Райским Мёдом Ты любишь Мир Июный Месяц Лист Желтеющий Над Смуглым Сочным Плодом Ты любишь Змей Тяжелых Злых Узлов Лиловой Лоск На дне Сухой Ложбины Ты любишь Снежный Шелест Голубиной Вокруг Лазурных Влажных Куполов Твой Стих Роскошный И скупой Холодный И жгучий Все ясный Белая Из-за Из-за Лиловой Тучи Встает Встает Как Голое Плечо Молчи Остановись Роняют Слезы Рая Соцветия Внешние Склоняясь Через Плетень И на Твоем Лице Играет Их Сырая Благоухающая Тень Не Двигайся Молчи Тень Эту Голубую Я Поцелуями Любовно Обогну Цветы Колышется Я Счастлив Я Целую Запечатленную Весну Закатные Люблю И Облака Над Ровными Далекими Лугами Они Висят Гроздистыми Венками И Даль Горит И Молится Луна Я Внемлю Им Душа Моя Строга Овеяна Безвестными Веками С Кудрявыми Багряными Богами Я Рядом Плую В Те Вольные Вега Я Облаком Вечерний Чистый Час Вставал Пылал Туманился И Газ Чтоб Вспыхнуть Вновь Зарей И Ночи Я Облетал Всезримое Кругом Блаженствовал И Помню Был Влеком Жемчужной Тенью Женственную Тучи Берлин 1921 Год В поезде Я Выехал Давно И Вечер Неродной Рдел Над Равниной Нерусской И Стихословили Колеса Подо мной И Я Уснул На Лавке Узкой Мне Снились Дачные Вокзалы Смех Весна И Окруженный Тряской Бездны Очнулся Я Привстал И Ночь Была Душна И Замедлялся Ям По Зелезной По Занавеске Свет Как Призрак Проходил Внимая Трепету И Тренью С Молкающих Колес Я Раму Опустил Пахнуло Сыростью Сиренью Была Передо Мной Вся Молодость Моя Плетень Рябина Подле Клена Чернеющий Навес И Мокрая Скамья И Станционная Икона Это длилось Миг Блестя Поплыли Прочь Скамья Кусты Фонарь Смиренный Вот хныла Опять Чудовищная Ночь И мчусь Я Крошечный И плен Дорога Черная Без цели Без конца Толчки Глухие Вздох И Выдох И Жалобы Колес Как Повесть Беглеца О прежних Тюрьмах И Обидах Грюн и Вальд 4 июля 1921 Года Кто Меня Повезет По ухабам Домой Мимо Сизых Болот И Струящих Синих Кто Укажет Кнутом Обернувшись Ко мне Меж берез И рябин Зеленеющий Дом Кто Откроет Мне дверь Кто Заплачет В сенях А теперь Вот теперь Есть ли там Кто-нибудь Кто Почуял бы Вдруг Что В далеком Краю Я Бражу И Пою Под Луной Об И Лом Берлин 1921 Год Перо Зелененьким Морском Туманом Те Нет Но Утром Как пламя Живое На пыльном Пороге Моем Лежало Перо Огневое С цветным Удлиненным Глазком Ну Что Ж И За этот Подарок Спасибо Лесные Друзья И Обеден И День Мой Неярок И Как же Обрадован Я Кембридж 7 Июня 1921 Года Рождество Мой Календарь Полуопалый Пунцовый Цифру Зацвел На стекла Пальмы И опалы Мороз Колдующий Навел Перистым Вылился Узором Лучистый Выгнулся Дугой И Мандаринами И Бором В гостиной Пахнет Голубой Берлин 23 Сентября 1921 Года Осенние Листья Стою На крыльце Напротив Обитает Ценитель Древности В окошке Пастушок Точеный Выставлен В лазуре Тучка Тает Как розовый Пушок Гляди Фарфоровый Блестящий Человечек Чернеют Близ Меня Два Голых Деревца И Сколько Золотых Рассыпанных Сердечек На ступенях Крыльца Кембридж 8 ноября 1921 Домой На мызу Милые Ямщик Вожою Овода Прогонит И С Богом Жаворонок Тонет Звенящим Миле И велик И свеж И светел Мир Омытый Недавним Ливнем Благодать Благоухание Что гадать Все ясно Ясно Мне открыты Все Тайны Счастья Вот оно Сырой Дороги Блеск Лиловый По сторонам То куст Ольховый То ива Бледное Пятно Усадьбы Дальние Рощи Нивы Среди Колосев Васильки Зеленый Склон Изгиб Ленивый Знакомый Тинистой Реки Скорее Нивы Рокочет Мост Под копытами Скорее И сердце Бьется И сердце Хочет Взлететь И перегнать К они О звуки Полные Былова Мои деревья Ветер Мой И слезы Чудные И слово Непостижимое Да Мой 1917 1922 Велосипедист Мне снились Полевые Дали Дороги Белой Полоса Руль Низкий Быстрые Педали Два Серебристых Колеса Восторг Мне снился Буйно Юный И упоение Быстроты И меж Столбов Стальные Струны И тень Стремительной Версты Поля Поля И над равниной Ворона Тяжело Летит Под узкой Упругой Шиной Песок Бежит И шелестит Деревня Длинная Канава Сирень Цветущая Вокруг Избушек Серых Слева Справа Мальчишки Выбегают Друг Вдогонку Шапку Тот Бросает Тот Кликнет Тонким Голоском И звонко Собачонка Лает Вертясь Придзыпким Колесом И вновь Поля И голубеет Над ними Чистый Небосвод Я мчусь И солнце Спину Греет И вот Неждан Поворот Колеса Косо Пробегают Не попадая В колею Деревья Шумно Обступают Я вижу Старую Скамью Не разглядеть Не успевая Чей вензель Вырезан На ней Я мимо Мимо Пролетая И утихает Шум Ветвей Бабочка Ванесса Антиопа Бархатно-черная С теплым Отливом Сливы Созревшей Вот Распахнулась Она Сквозь Этот Бархат Живой Вдоль Круговой Бахромы Желтый Как Зыбкая Рожь Села На ствол И дышит Зубчатые Нежные Крылья То Пропадая Припадая К коре То Обращаясь К лучам О, как Ликуют Они Как Мерцают Божественно Скажешь Глубокая Ночь В раме Двух Палевых Зорь Здравствуй О, здравствуй Грёза Берёзами Северной Рощ Трепет И смех И любовь Юности Вечной Моей Да Я узнаю Тебя В Серафиме При дивном Свидании Крылья Узнаю Твои Этот Священный Узор 1917 1922 Гол Кони Гнидые Грузные По зелени сырой Весенней Пажати Под тусклыми Дубами Они чуть Двигались И мягкими Губами Вбирали Сочные Былинки И зарёй Вечернюю Зарёй Полнеба Разовело И показалось Мне Что время Обмертвело Что вечно Предо мной Стояли Эти три Чудовищных Коня И медные Отливы На гривах Медлили И были Молчаливы Дубы Священные Под крыльями Зарей 1917 1922 Год Пьяный Рыцарь С тонким Псом И смуглым Кубком Жарко Родянова Вина Ночью Лунные В замке Деда Я Загризил У окна В длинном Платье Изумрудном Вдоль Дубравы На коне В серых Яблоках Ты плавно Проскакал При луне Встал я Гончую Кликнул Вывел Лучшего Коня Рыскал Рыскал Подубраве Спотыкаясь Из меня И всего-то Только видел Что под Трефовой Листвой Жемчуговой Подковой Обраненной Луной 1917-1922 Я думаю О ней О девочке О дальней И вижу Белую Кувшинку На реке И реющих Стрижей И в сломанной Купальне Стрекоску На доске Там Там Встречались Мы И весело Оттуда Пускались Странствовать По шепчущим Лесам Где луч В зеленой Мгле Являл За чудом Чудо Блистая По листам Мы шарили Во всех Сокровищницах Божьих Мы в Ивовом Кусте Отыскивали С ней То ласковых Жучков То гусениц Похожих На шахматных Каней И ведали Мы Все Тропинки Дорогие И всем Березонькам Давали Имена И младшую Из них Мы Назвали Мария Святая Белизна О Боже Готов За вечными Стенами Неисчислимые Страдания Воспринять Но дай нам Дай нам Вновь Под теми Деревцами Хоть миг Да постоять 1917 1922 Год Знаешь Веру Мою Слышишь Иволгу В сердце Моем Шелестящем Голубое Весное Облака Я люблю Райский Сахар На блюдце Блестящем И люблю Я Как льются Под осень Дожди И под Пестрыми Кленами Пеструю Слякоть Есть Такие Закаты Что хочется Плакать А иному Шепнешь Подожди Если ветер Ты любишь И ветки Сырые Божьи Звезды И божьих Зверьков Если видишь При сладостном Слове Россия Только даль И дожди Золотые Косые И в колосьях Лазурь Васильков Я тебя Полюблю Как люблю Я могучий Пышный Шорох Лесов И закаты И тучи И мохнатых Цветных Червяков Полюблю Я тебя От того Что заметишь Все пылинки В луче Бытия Скажешь Солнцу Спасибо Что светишь Вот Вся Вера Моя 1922 Год Кто выйдет По утру Кто Спелый Плод Подметит Как тесно Яблоки Висят Как бы Сквозь них Блаженно Солнце Светит Стекая В сад И сонный Сладостный В аллеях Лепет Слышит То словно Каплет На песок Тяжелых Груш Пурпурных Поздних Вишен Пахучий Сок На выгнутых Стволах Цветные Тени Тают На листьях Солнечный Отлив Деревья Спят И осы Не слетают С лиловых Слив Кто выйдет В вечеру Кто плод Поднимет Спелый Кто вертограда Господин В тени Аллей Один Лилейно-белый Живет Павлин 1922 год Пасха На смерть Отца Я вижу Облако Сияющее Крышу Блестящую Вдали Как зеркало Я слышу Как дышит Тень И каплет Цвет Так Так как же Нет Тебя Ты Умер А сегодня Синеет Влажный Мир Грядет Весна Господня Растет Зовет Тебя Женет Но если Все ручьи Чуди А чуди Вновь Запели Но если Перезвон И золото Капели Не ослепительная Ложь А трепетный Призыв Слачайшая Воскресни Великое Цвети Тогда Ты в этой Песне Ты в этом Блеске Ты живешь Двадцать второй Грибы У входа В парк В узорах Летних дней Скамейка Светит Ждет Кого-то На столике Железном Перед ней Грибы Разложены Для счета Малютки Руссова Боровика Что пальчики На детской Ножке Их извлекла Так бережно Рука Из темных Люлек Вдоль дорожки И красные Грибы Иголки Слизь На шляпках Выгнутых Дырявых Они во мраке Влажном Вознеслись Под хвоей Ёлочек В канавах И бурых Подберезовиков Ряд Таких родных Пахучих Мшистых И слезы Леса Летнего Горят На корешочках Их Пятнистых А на скамейке Белой Посмотри Плетеная корзинка Боком Лежит И вся Испачкана Внутри Черничным Лиловатым Соком Соком 13 ноября 1922 Года Яснооки Как рыцарь Из рати Христовой На простор Выезжаю И солнце Со мной И последние Стрелы Дождя Золотого Пошелестят Над Истомой Земной В золотое Мерцание Смиренный И смелый Выезжая Из сумрака На легком Коне Этот конь Ослепительно Сказочно Белый Словно Яблоный Цвет При луне И сияющий Дождь Золотяя Замирая И опять Загораясь Летит И звучит То земным Изумлением То трепетом Рая Ударяя Мой Пламенный Щит И на латы Слетает То роза То пламя И в лазуре Живой Над грозой Бытия Вольно Плещет Мое Лебединое Знамя Неподкупная Юность Моя 1 декабря 1922 Волчонок Один В рождественскую Ночь Скулит И ежится Волчонок Желтоглазый В седом лесу Зеленый Свет Разлит На пухлых Елочках Алмазы Мерцают Звезды На ковре Небес Мерцая Ангелом Щекочет Пятки Взъерошенный Волчонок Ждет Чудес А лес Молчит Седой И гладкий Но Ангелы В обителях Своих Все ходят И советуются Тихо И вот Один Прикинулся Из них Большой Пушистой Волчихой И к нежным Волочащимся Сосцам Зверек Прилип Пыхтя И жмуришь Жадно Волчонку Ёлкам Звездным Небесам Всем Было В эту ночь Отрадно 8 декабря 1922 года Как объясню Есть в памяти Лучи Сокрытые Порою Встрепенется Дремавший Луч О муза Научи В понятный Стих Как призрак Перевьется Проезжий Праздный В городе Чужом Я Невзначай Перед каким-то Домом Бессмысленно Пронзительно Знакомым Стой Может быть В стихах Мы только Лжом Темним И рвем Сквозную Мысль В угоду Размеру Нет Я верую В свободу Разумную Гармонии Живой Ты понимаешь Муза Перед Домом Мне Вольному Бродяге Незнакомым И мне Родным Стою Я сам Не свой Я к Тайному Прислушиваюсь Пенью Все Мелочи Мгновенно Узнаю В сплошном Окне Косой Кисеею Столбы Крыльца И над Его Ступенью Я чувствую Тень Шага Моего Иную Жизнь Иную Чую Участь Дай Мне Слова Дай Мне Слова Певучесть Все Узнаю Не знаю Ничего Какая Жизнь Какой Живек Всплывает В безвестных Бездных Памяти Звеня Моя Душа Как Женщина Скрывает И Возраст Твой И Опыт От Меня Я Вижу Сны Скитаюсь Не гадаю В чужих Краях Жду Поздних Поездов Склоняюсь В гул Зеркальных Городов По улицам Волнующих Блуждаю Дома Дома Проулок Поворот И вот Опять стою Я перед Домом Пронзительно Пронзительно Знакомым И что-то Мысль Мою Темнит И рвет Стетин 10 Декабря 1922 Года В Ш Если ветер Судьбы Ради шутки Дохнув Забросит Меня В тот город Желанный И жуткий Где ты Вянишь День Ото Дня И если На улице Яркой Или в гостях У новых Друзей Или там У дворца Под аркой Среди Лунных Круглых Теней Мы Встретимся Вновь О Боже Как мы будем Плакать Тогда О том Что мы Стали Несхожи За эти Глухие Года О юности В юность Влюбленную О великой Смотри Я совсем Я совсем Спокоен Совсем Ты слушай Дальше День Был Зноен Мы шли На холм Где красные Цветы Не то О чем Я говорил Есть слово Любовь Глухой Глагол Любить Цветы Какие-то Мне Помешали Ты должна простить. Ну вот, ты плачешь снова. Не надо слез. Ах, кто так мучит нас? Не надо помнить. Ничего не надо. Вон там звезда над чернотой усада. Скажи, а вдруг проснемся мы сейчас? 9 января 1923 года. Я видел смерть твою, но праздную мольбой в часть невозможной не обидел голубогрудных птиц, дарованных тобой, поющих в памяти. Я видел, я видел. Ты плыла в серебряном гробу. И над тобой звезды плыли. И стыли на руках, на овертом легком лбу, концы сырые длинных лилий. Я знаю, нет тебя. Зачем же мне молва необычайно перечит? Да полно говорит. Она жива, жива. Все так же пляшет или печет? Не верю. Мало ли, что люди говорят. Мой Бог и я. Мы лучше знаем. Глаза твои. Глаза в раю теперь горят. Разлучены. Только раем. 10 января 1923 года. Жемчуг, посланный мудрейшим властелином, страстных мук изведать глубину. Тот блажен, кто руки сложит клином и скользнет, как бронзовый, ко дну. Там исполнен сумрачного гуда. Средь морских свивающихся звезд зачерпнет он раковину. Чудо будет в ней, лоснящийся нарост. И тогда он вынырнет, раздвинув яркими кругами водный лоск и спокойно улыбнется, вынув из ноздрей побагровевший воск. Я сошел в свою глухую муку. И она дне. Но снизу, сквозь струи, все же внемлю шелковому звуку, уносящийся твоей ладьи. 14 января 1923 года. Сон. Знаешь, знаешь, обморочно пьяно снилось мне, что в пропасти окна выселась, как череп великана, костяная круглая луна. Снилось мне, что на кровати криво, выгнувшись под вздутой простыней, всю подушку заливая гривой, конь лежал атласно-вороной. А вверху часы стены с бледным, бледным человеческим лицом поводили маятником медным, полосуя сердце мне концом. Сонник мой, не знает сна такого, промолчал, притих перед бедой, сонник мой, с закладкой Васильковой, на странице, читанной с тобой. 15 января 1923 года. В Кастальском переулке есть ловчонка, колдун в очках и сизом сюртуке, слова, поблескивающие звонко, там продает по этой тоске, Там в беспорядке пестрым и громоздком кинжалы, четкий сказочный товар, в углу крыло, закапанное воском, с пометку привешен икар. По розам голубым, по пыльным книгам ползет ручная древняя змея, и я вошел заплаканный и мигом смекнул колдун. Откуда родом я? Принес футляр, малиново-зеленый, оттуда лиру вытащил колдун, новейшую, большой, позолоченный хомут и проволоки вместо струн. Я отстранил ее. Тогда другую он выложил, старинную, в сухих и мелких розах, лиру дорогую, но слишком нежную для рук моих. Затем мы с ним смотрели самоцветы, янтарные сапфирные слова, слова туманы и слова рассветы, слова бессилия и торжества и куклы. И за витками урны колдун учтиво соблазнял меня. С любовью гладил волосок лазурный из гривы баснословного коня. Быть может впрямь, он был необычайен, но я вздохнул, откинул огоньки камней, клинков и вышел. А хозяин глядел мне вслед, подняв на лоб очки. Я не зашел. С усмешкой суровой сложил колдун сокровища свои. Что нужно мне? Одно простое слово. Для горя человеческой любви. И все, что было, все, что будет, и золотую жажду жить, и то бессонное, что нудит на звуки душу разложить, все объясняли, вызывали глаза возлюбленной земной. Когда из сумрака всплывали, они как царство предо мной. 18 января 1923 года. Я где-то за городом в поле, и звезды гулом неземным плывут, и сердце вздулось к ним, как темный купол гулкой боли. И в некий напряженный свод, и все труднее, все суровее, в моих бессонных жилах бьет глухое схлипывание крови. Но в этой пустоте ночной, при этом голом звездном гуле, вложу ли в барабан резной, тугой и тусклый жемчуг пули, и дуло кисловатый лед, прижав, а высохшее небо. И бесплотный римус ли полет из разорвавшегося гроба, или достойно дар приму, великолепный и тяжелый, всю полнозвучность ночи голой. И горе творческую тьму. 20 января 1923 года. Трамвай. Как бы зорница зыбкой синевой за ним на повороте полыхнула. Он прилетел. И не осмыслить мне, что через час мелькнет зорница эта, и с трехотом, и судорогой света по занавеске там, в твоем окне. Письма. Вот письма. Все твои. Уже на сгибах тают следы карандаша порывистого. Днем, сложившись, спят они в сухих цветах в моем душистом ящике. А ночью вылетают полупрозрачные, и слабые скользят, и вьются надо мной, как бабочки. Иную поймаю пальцами, и на лазурь ночную гляжу через нее, и звезды в ней скользят. День за днем, цветущий и летучий, мчится в ночь, и вот уже мертво, царство исполинское, дремучий папоротник, счастье моего. Но хранится под землей беспечный, в сердце сокровенного пласта, отпечаток веерный и вечный, призрак, стрекозы, узор листа, 24 января 1923 года. Эфемеры посвящается Вэйи Полю. Спадаю ризую, с дымящихся высот крутого рая, слава, слава, клубится без конца, пылает и ползет поток, божественная лава, и сила гулкая, встающая со дна, вздувает огненные зыби, растет горячая вишневая волна с роскошной просею на сгибе. Вот поднялась горбон, и пена и зацвела, и нежно лопается пена, и вырывается два плещущих крыла из пламенеющего плена. И ангел восстает, стремительно светло, в потоке огненным зачатый, и в жилках золотых прозрачное крыло мерцает бахромой зубчатый. И беззаветную хвалу он пропоет, на миг сияя над потоком сквозными крыльями, восторженно всплеснет, исчезнет в пламени глубоком. И вот возник другой, из пышного огня с таким же возгласом блаженства, вся жизнь его звенит, и вся горит звеня, и вся мгновение совершенства. И если смутно мне, и если даль мутна, я призываю эти зыби. Растет горячая вишневая волна с роскошной просенью на сгибе. 26 января 1923 года. Ты все глядишь из тучи темно-сизой, и лилия в светящейся руке, и я сквозь сон молю о лепестке, и все ищу в изгибах смутные ризы, изгиб живой колена или плеча. Ни твоего, ни выразить подобие, ни в музыке, ни в камне, из-под лобья глядят мой сон. Два горестных луча. 27 января 1923 года. И утро будет, песни, песни, каких не слышно и в раю, и огненный промчится вестник, взвив тонкую трубу свою. 28 января 1923 года. Глаза прикрою немгновенно, весь легкий, звонкий, весь стою опять в гостиной незабвенной, в усадьбе, у себя, в раю. И вот из зеркала косого под лепетание хрусталей глядят фарфоровые совы пенаты юности моей. И вот над полками гортензии легчащая голубизна и солнца луч, как божий вензель на венском стуле у окна. По потолку гудит досада двух заплутавшихся шмелей и веет свежестью из сада, из глубины густых аллей. Неизъяснимый веет смесью с злов еловой, липовой, грибной, там по сыровым пестролесью. Свист, щебетание, гам цветной. А дальше сон речных извилин и сенокоса тонкий мед. Стой, стой, виденье, но бессилен мой детский возглас. Жизнь идет, с размаху небеса ломая идет. Ак, если бы навек остаться так, не разжимая расистых и блаженных век. 3 февраля 1923 года При луне, когда косую крышу, Лижет металлический пожар, Из окна случайного я слышу Сладкий и пронзительный удар музыки И чувствую, как холод Счастье мне душу обдает Кем-то ослепительно расколот лунный мрак И медленно в полет Собираюсь, вынимаю руки Из карманов трепещу, лечу Но в окне мгновенно гаснут звуки И меня спокойно по плечу хлопает прохожий Вы забыли, говорит, летать запрещено И застыв в венце из лунной пыли Я гляжу на смолчшее окно Берлин, 6 марта 1924 года В памяти Гумилева Гордо и ясно ты умер Умер, как муза учила Ныне в тиши Елисейской С тобой говорит о летящем медном петре И о диких ветрах африканских Пушкин, 19 марта 1923 года Родине посвящается моей сестре Елене Воркующую теплотой шестая Чужая наливается весна Все ждет тебя, душа моя простая Гадая у восточного окна Позволь мне помнить холодок щемящий Зеленоватых ландышей Когда твой светлый лес плывет Как сон шумящий А воздух, как дрожащая вода Позволь мне жить Искать Творца в творенье Звать изумление рифмы любви Не укоряй в честь трудного горения Что вот я вспомнил ландыши твои Как тень твоя Чужой апрель мне сладок Взволнована душа тебя зовет Текущий блеск твоих дождей и радуг Когда весь лес лепечет и плывет Твой будет взлет неизъяснимо ярок А наша встреча творчески тиха Склонюсь, шепну Вот мой простой подарок Вот капля солнца В венчике Стиха Река Каждый помнит какую-то русскую реку Но бессильно запнется Едва говорить о ней станет Даны человеку лишь одни Человечьи слова А ведь реки как души Все разные Нужно, чтоб соседу поведать о них Знать, пожалуй, русалочий Лепит жемчужный Изумрудную речь водяных Но у каждого в сердце Где клад заковала Кочевая стальная тоска Отзывается внятно Что сердцу бывало Напевала Родная река Для странников верных Качнул я дыханием души Эти качели слогов Равномерных в бессонной тиши Повсюду В мороз и на зное Встретишь странников этих Несущих как чудо Как бремя страстное Родину Сам я бездомный Как-то ночью стоял на мосту В городе мглистом огромном Глядел в маслянистую темноту Рядом с тенью случайно Любимой Стройной, как черное пламя Да только с глазами Безнадежно чужими Я молчал И спросила она На своем языке Ты меня уж забыл И не в силах Я был объяснить Что я там далеко На реке Илистый Тинистый С именем милым С именем Что камышовая тишь Это словно из ямочек В глине Черно-синий Выстрелит Стриж И вдоль По сердцу Носится С криком своим Изумленным Ви-ви Это было в России Это было в раю Вот Гладкая лодка Плывет В тихоструйную юность Мою Мимо леса Полного иволок Солнца Прохлады грибной Мимо леса Где березовый ствол Чуть сквозит Белизной стройный В буйном бархоте Хвойным Мимо красных Крутых берегов Парчевых островков Узорная, узкая, вечереет И как объяснить, что значила русская вечереет? Стрекоза, бирюзовая нить, два крыла С людяных замерла на перелах купальни Солнце в черемахах, колокол дальней Тучки румяные русые Червячка из чехла выжмешь За усики вытащишь и на крючок Ждешь, клюет, сладко дрогнет леса Блеснет, шлепнет, а мокрые доски Голубая плотва, головастый бычок Или хариус жесткий А когда мне ударит надоест, удить надоест На деревянный навес взберусь Русь И оттуда беззвучно ныряю В отраженный закат Ослепленный плыву наугад Ширяю, навзничь ложусь И не ведаю, где я В небесах, на воделе Машкара надо мною качается Вверх и вниз, вверх и вниз Без конца Вечер кончается Осторожно сдираю с лица Липкую травку В щиколку щиплет Малявка Сладок мне рыбий Слепой поцелуй В леловеющей зыбе Узел огненных струй Плыву я Горю Глотаю зарю Вечерова В сердце Где клад заковала Кочевая стальная тоска Отзывается внятно Что сердцу бывало Напевала Родная река Берлин 8 апреля 1923 года Когда я по лестнице Алмазной Поднимусь из жизни На райский порог За плечом к дубинке Легко привязан Будет заплатанный Узелок Узнаю Ключи Кожаный пояс Медную Плеж Петра у ворот Он заметит Я что-то принес с собою И остановит Не отопрет Апостол скажу я Пропусти имя Перед ним Развяжу я Узел свой Два-три заката Женское имя И темная Горсточка земли Родной Он Поводит Строгую бровью Седую Но на ладони Каждый изгиб Пахнет еще Гефсиманской Росою И чешуей Иорданских Рыб И потому-то Без трепета Без грусти Приду я Зная что Звякнув ключом Он улыбнется И меня пропустит В рай Пропустит С моим Узелком В часы трудов Счастливых И угрюмых Моя благая Слушает Тоска Как долгой Ночью В исполинских Думах Ворочаются В небе Облака Ударит И скользнет Господь По лире Здесь Отзвук Свет Еще одной Зари Здесь Все Творит В сладчайшем Этом мире И от меня Все требует Твори Гул Дантовский В тебе Я слышу Тополь Когда ты Серебришься Пред грозой И муравьины Вижу Я Акрополь Когда гляжу На хвойный Холм живой Поет вода Молясь Легко И звонко И мотыльковых Маленьких Мадон Закат В росинке Вписывает Тонко Под светлый Рассыпающийся Звон Так как же мне В часы Ноги И ночи Томясь В себе И как мне Как же не творить Когда весь мир Весь мир Упрямый Хочет Со мной Дышать Гореть И говорить 28 апреля 1923 года О как ты рвешься В путь крылатый Безумная душа моя Из самой солнечной палаты В больнице светлой бытия И бредя О крутом полете Так топчешься Как бьешься ты В горячечной рубашке плоти В тоске телесной тесноты Иль тихая В безумии тонком Гудишь Звенишь Сама С собой Вообразив себя Ребенком Сосною Соловьем Совой Поверь же Соловьям И совам Терпи Самообман Любя Смерть Громыхнет Тугим Засовом И в вечность Выпустит Тебя 2 мая 1923 года Я странствую Но как забыть Свистящее Рвал ветер Твой платок Дышал прибой Дышала ты На Гальке Шелестящей Прощался я С отчизной И тобой Мотала ялик Полоса тумана Луну Пересекала пополам Вздымалось море Отгулом органа Стекала По заплаканным Скалам И ты На небывалое Изгнание Благословляла Жалобно Меня И снилось Мне Что ночь Твое дыхание Что ты умрешь При Мгновении Дня И клялся я Что вечно И повсюду На всех Распутьях Мировой Глуши О как Беречь Как Праздновать Я буду Гнев И любовь Бессонницу Души И море Встало Холодом И дымом От Хлынул Берег Весь Тобой Звеня Я Странствую На берегу Родимом Ты Верная Еще Не ждешь Меня Берлин Май 1923 Года Нет Бытия Незыбкая Загадка Подлунный долг И ясен И расист Мы Гусеницы Ангелов И сладко Въедаемся В краю С краю В нежный лист Рядись В шипы Ползи Сгибайся Крепни И чем Жаднее Твой ход Зеленый Был Тем Бархатисти И великолепней Хвосты Освобожденных Крыл 6 мая 1923 года Мы завершили Чтение Первого Выпуска Двухтомного Сборника Стихов Владимира Набокова Ангелом Задетым Читал Алекс Сапко